СИМФЕРОПОЛЯ Методы, которыми по всему городу разгляняют стихийную торговлю, гуманными назвать сложно. Против несчастных старушек бросили все силы милиции и спецподразделений. Но эти люди по-прежнему привозят на улицы города свежую редискую зелень, домашнее молоко и яйца, ведь у них просто нет другого выхода. Они все еще надеются, что власть их услышит. Под стенами горосполкома они разбили палаточный городок и ждут встречи с мэром. Но у городоначальника, видимо, есть дела поважнее. Сказать нашему мэру, что он правильно требует 50 гектаров под кладбище, потому что ему очень скоро эти 50 гектаров понадобятся. Понадобится, чтобы похоронить нас всех и похоронить тех, которые покупали у нас, которые питались за счет нас. Другого выхода нет. Чиновники тем временем уверяют, что проблемы не существуют. Мол, на каждом из рынков города есть много свободных мест и все желающие могут их занять. Вот только от руководства рынков мы получаем совершенно другую информацию. На сегодняшний день все места заполнены. Почему тогда вы даете в городсовет данные? Подожди, данные были недельной давности до разгона стихийной торговли. На одно свободное, как они говорят, рабочее место у нас сейчас 10 человек, которые готовы отстать, но их никто не пускает. На поддержку обездоленных людей выступила партия «Союз». Ее депутаты сейчас работают над созданием альтернативной программы решения проблемы стихийной торговли. Они уверены, выход есть всегда. Нужно просто идти навстречу людям, а не принимать бездумных решений. Получается, наш мэр просто обманывает, мягко говоря. Очень хорошо доложился о том, что ликвидировал стихийную торговлю. Симферопольцов пока что он не ликвидировал. Как видите, они живы. По квартирам их не разогнал, потому что им надо что-то есть. Чем-то накормить своих детей. Где-то взять деньги. Техпособий и пенсии. Все мы знаем, что абсолютно не хватает на неделю жизни. Не то, что как месяц прожить. К этой теме мы еще обязательно вернемся. Но об этом уже в следующих наших программах. Это место вовсе не зона стихийного бедствия. Это территория Кировской общеобразовательной школы номер один. Реконструкция этого учебного заведения длится уже 15 лет. Что значит в тесноте да не в обиде, в первой кировской школе знают очень хорошо. Все воспитанники этого учебного заведения в его помещении просто не помещаются. Поэтому младшие классы заняли здание детского садика. А занятия по физкультуре и труду и вовсе проходят на другом конце поселка. Проблема не нова. О ней знали еще 15 лет назад. Тогда республиканские власти приняли решение расширить помещение школы за счет строительства еще одного корпуса. Но времена смутных 90-х сделали свое. И все надежды школы в виде фундамента нового корпуса превратились в заброшенный долгострой. Повторно к этой проблеме руки чиновников дошли только в прошлом году. Этот объект, он находился на балансе республики и поэтому не дострой школы. Было принято решение о его продаже и в сентябре месяце начался демонтаж. Сегодня первая школа выиграла международный грант. Германия выделила немалую сумму на реконструкцию здания. Требование одно – освоить деньги согласно прописанному графику. Но именно из-за заброшенного фундамента эта задача практически невыполнима. Эти леса, которые сейчас здесь на посаде стоят, их должны вокруг школы переставлять. Переставить их никто не сможет, потому что там котлован. А подсыпку сделать, люди, которые купили этот объект и занимаются демонтажом, они сказали, что согласно их договору, заключенного с комимуществом республиканским, у них эти работы рассчитаны на полтора года. Сегодня на месте старого фундамента образовался котлован. Он не только мешает реконструкции фасадов школы, но и представляет опасность для детей. Но все просьбы дирекции школы закончить работы быстрее, компания-исполнитель попросту проигнорировала. Вмешаться в ситуацию и решить проблему мы потребовали у поселкового головы. Хорошо, обратимся, нет проблем. Раз задам вопрос обратиться, обещаю обратиться. А мы обязательно проверим, как чиновники выполняют свои обещания и расскажем об этом в наших следующих программах. А сегодня все. Это была телевизионная скорая помощь 601005, абонент «Союз». Звоните, и мы приедем к вам. Субтитры создавал DimaTorzok